Соединенные Штаты не предпринимают попыток помешать Украине развивать собственный потенциал дальнего радиуса действия, который может привести к ударам по территории России. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, выступая на телеканале CNN. Это еще раз подтверждает, что да, они могут нам не дать оружие с дальностью 300 км и более. Но никто не запрещает нам разрабатывать собственные виды или использовать собственные виды вооружений на всю глубину их досягаемости. То есть, насколько мы сможем их сделать, настолько мы их и запустим. Германия отчиталась, вот немцы любят, надо отдать должное педантичности немцев, поставка осуществлена. И вместе со своими партнерами Германия поддерживает вооруженные силы Украины, в частности путем усиления артиллерии. Об этом сообщает Генеральный штаб вооруженных сил Украины. И по итогам передачи последней партии вооружений, наши вооруженные силы получили 14 самоходных гаубиц Панцерхаубица 2000, 5 реактивных систем залпового огня типа Марс-2, мы знаем, что это немецкий аналог МЛРС М270, то есть на 2 пакета заряжания, на 12 снарядов, с комплектами запасных частей и боеприпасов. То есть, не просто передается техника, но и ее материально-техническое обеспечение. Для усиления противовоздушной обороны Германия передала систему ПВО ИРИСТЕ и ракеты к ней, но мы это уже знаем, она работает в Украине. Кроме того, комплексы борьбы с беспилотниками переданы. И вместе с зенитными САУ ГЕПАРД эта техника помогает сделать небо над Украиной более безопасным. Там, кстати, если я не ошибаюсь, 7 гепардов, причем эти гепарды более современные, чем те, которые передавались ранее. Эти используют самые последние технологии в плане расчета и подготовки данных для ведения огня. Напомню, что ГЕПАРД это фактически автоматическая система ближнего радиуса действия. И недавно, буквально пару дней назад, появилось видео, где ГЕПАРД сбивает крылатую ракету одной короткой очередью. Без каких-либо там пристрелок, прицеливаний, автоматного ведения и стрельба на поражение. Так что это очень хорошее вооружение. Страны НАТО рассматривают возможность задействовать средства из фонда, ранее использовавшегося для поддержки сил безопасности Афганистана, для помощи Украине. Об этом сообщает издание «Политика» со ссылкой на 5 источников в странах Запада. Да, был такой фонд в НАТО, довольно большой, мы знаем сколько получило помощи в миллиардах долларов Афган, Афганистан и силы безопасности Афганистана. Ну, теперь надеемся, что этот фонд еще не совсем опустел и через этот фонд теперь НАТО, как организация, сможет нам помогать. Соединенные Штаты внесли в черный список более 10 компаний из Российской Федерации и Европы. Это уже пошел список помогающих российской армии, об этом сообщает Reuters. Министерство торговли Соединенных Штатов в среду добавило 24 компании в черный список список экспортного контроля через поддержку военной или оборонно-промышленной базы России, ядерной деятельности Пакистана или поставки Ирана электроники. В черный список по соображениям национальной безопасности и внешней политики США были добавлены компании из Латвии, Пакистана, России, Сингапура и Швейцарии. Большинство из них подверглись экспортному контролю за поддержку российского оборонного сектора. Вот это вот к слову о вторичных санкциях, то что мы с вами обнаруживали детали иностранных компаний в компонентах вооружения, которые применяет Россия против нас, вот теперь эти компании и попали в черный список и подверглись санкциям со стороны Соединенных Штатов.